Здравствуйте, уважаемые подписчики, слушатели и гости аудио-видеоблога врача-психиатра-доктора Джорджа Горбатова. Я, доктор Джордж Горбатов, продолжаю чтение статей из сборника трудов четвертой сессии Украинской психоневрологической академии. Издано госмедиздатом УССР в Харькове в 1935 году. Как я уже многократно упоминал, ничтожнейшим тиражом в одну тысячу экземпляров. То есть, по сути дела, с самого момента издания этот сборник трудов превратился в библиографическую редкость. В данном аудио-видео отрезке я прочту вам статью Юка Тарасова из Москвы «Подострый малярийный психоз». Дело в том, что я не знаю, как там эрготин, я не знаю, как там пилагра, то есть, такой, значит, колоссальнейший дефицит витамина В3. Не знаю, встречается сейчас, не встречается, думаю, что навряд ли встречается, по крайней мере, в Европе, богатой Европе, в России и так далее, и так далее. Но вот малярия, малярия встречается, причем она встречается, может быть, не, скажем так, вот в Западной Европе. Возможно, она где-то там в каких-то, в каких-то, скажем так, в Юго-Восточной Европе, возможно, бывает. Но чаще всего малярию привозят. Дело в том, что европейцы очень любят, скажем так, путешествовать, и не всегда там, где надо было бы. Все-таки, где надо было, значит, проявить осторожность, не ездить в эндемические для малярии районы. И вот там они заражаются после укусов этих комаров, ну и привозят, в общем-то, малярию сюда, в те страны, где эндемических очагов уже нет. Поэтому, в принципе, в принципе, значит, чтение этой статьи и последующей, и сперми, там, доктор Малкин, посвященный малярийным психозам, представляет интерес и в наше время. Почему? Потому что малярия в наше время не уничтожена. Борьба с малярией продолжает идти с переменным успехом, и на сегодняшний день все-таки, значит, в наступлении является малярия, а не наука и медицина. Все время вырабатываются или изобретаются новые вещества антималярийные, а малярия так и не исчезла. И малярия во всем мире продолжает болеть многие миллионы, а то и десятки людей. И умирать, кстати, и умирать, дети умирают, вот, старики, слабые, больные люди. Итак, Юка Тарасов, Москва, статья называется «Подострые малярийные психозы». Психиатрическая литература очень богата описанием острых форм малярийных психозов. Авторы, описывая острые малярийные психозы, сходятся на том, что последние не имеют специфической картины и протекают по типу экзогенных реакций Боннгефера. Под острым и хроническим формам уделялось значительно меньше внимания. Наблюдения, сделанные нами, заставляют, но вернуться к вопросу о роли малярии в идеологии подострых и хронических психозов. И считать этот вопрос весьма актуальным, особенно, конечно, в местностях, пораженных малярией, или, как я выразился, эндемических по малярии местностях. Об актуальности его говорит также и недавнее появление работы Осиповой с выводами, которой мы вполне можем солидализироваться. Ряд наблюдений, сделанных на материале института, заставляет расширить круг подострых и хронических расстройств психики, происшествующих в результате малярийной инфекции. Из материала, прошедшего через отделение, в 1933-1934 годах мы исследовали шесть случаев. Единообразным во всех шести случаях является самое начало психических расстройств. В некоторых случаях спустя несколько лет после малярийной инфекции. Больные начинают жаловаться на общее недомогание, расслабленность. Первым болезненным симптомом, заставляющим обратиться к врачу, является трудность работать. И это появляется обычно после какого-нибудь напряжения, связанного с переутомлением, чувства усталости, засыпанием на работе, вялостью и тревожностью. Эти явления проходят или ослабевают после отдыха или укрепляющего и особенно специфического антималярийного лечения. Но неуклонно дают себя временами знать. Характерной особенностью этих так называемых невротических состояний является то, что они связаны с физическими ощущениями недомогания, познабливания, ломоты в теле, Больные чувствуют себя соматически больными, чувствуют себя чем-то отравленными и обычно обращаются к врачам-интернистам, а последние лечат их от туберкулеза, ревматизма и сифилиса. При каждом новом обострении эти состояния осложняются и более длительной продолжительностью их течения и нарастанием новых болезненных симптомов в дальнейшем развитии, приводящих больных в стационар. Если мы обратимся к статусу наших больных при поступлении, то мы можем в целях предварительной ориентировки разбить их на две группы. Первую – требующую тщательного дифференциально-диагностического отделения от шизофрении, вторую – от артериосклероза. Больные поступали к нам именно с этими диагнозами, то есть дифференцировать шизофрению и атеросклерозом. Психический статус у трех больных первой группы, то есть с подозрением на шизофрению, характеризуется общими всем им чертами. Депрессивный фон настроения, наряду с элементами тревожности, страх перед повторением болезни, амотивная лоббильность, больные часто плачут, стесняются своих слез, больные раздражительны, апатичны, несколько замкнуты, трудно общаться с людьми, но в то же время тянутся к людям. Память снижена в ретенции и репродукции, трудно сосредоточиться, трудно читать, быстро утомляется, внимание снижено, мыслительные процессы замедлены. Туго текут мысли, при этом ясность сознания, полная ориентировка мессии, времени, критическое отношение к своему заболеванию и симптомам. Хороший контакт, мимика маловыразительная, движения замедлены, жалобы на головные боли, головокружение, чувство разбитости, вялости, недомогание. Первый случай отнесен нами в эту группу потому, что пять лет тому назад больная перенесла психотическую вспышку и тогда допускалась возможность шизофрении. Решать вопрос на основании одной лишь истории болезни, о заболевании, имевшем место несколько лет тому назад, затруднительно, так как отдифференцировать острую шизофреническую вспышку от делириозной не всегда легко, но своеобразие картины во время первой вспышки, обилие зрительных галлюцинаций, аффективность больной во время приступа, насыщенная аффективность, стоящая в связи с ее психическим состоянием, говорили против шизофрении, а все дальнейшее течение, полная сохранность личности и теперешний ее статус подтверждает эту мысль, и поэтому первую вспышку психоза мы склонны расценивать как галлюцинаторно-бредовое состояние или психоз, возникший после длительной малярийной инфекции, то есть как острый малярийный психоз. В теперешнем статусе больной особенно надо подчеркнуть то, что она вполне синтонна, доступна, нисколько не замкнута, страхи ее носят характер не надвигающейся шизофренической катастрофы, а понятной боязни, повторения болезни, ее жалобы на трудность сосредоточить внимание при чтении и работе, безусловно, не похожей на то, что мы видим при шизофрении. Это не разорванность, а скорее истощаемость внимания. При сохранности восприятия и осмышления в преморбидной личности больной мы не находим никаких шизотимных черт. Поэтому диагностика шизофрении в этом случае отпадает. Второй случай этой группы дает большее основания говорить о шизофреноподобной психотической картине. Апатия и депрессия глубже, появляются оклики, зрительные галлюцинации, суицидальные мысли, наряду с этим шизотимные черты преморбидной личности и наследственное отягощение. В то же время ряд моментов все же не позволяет нам трактовать статус больного как шизофренический. Депрессивно-эмоциональный фон больного остается в основе своей целостным и понятным. У него нельзя говорить об эмоциональном минусе, а скорее об эмоциональной приглушенности, характерной скорее для органика. С этим сочетается самый характер расстройства памяти, и, внимание, отношение к зрительным галлюцинациям как к чему-то явно нереальному, в частности, возможность обрывать их и, главное, обострение психотических состояний в связи с малярийными приступами. В первых случаях против шизофрении говорит и соматоневрологический статус больных, недомогание, познабливание, повышение температуры и ряд менингоэнцефалических симптомов, об этом ниже, и улучшение состояния после проведения специфического антималярийного лечения. Этих больных мы склонны рассматривать в основном как в случае эмоционального гиперстетического состояния слабости на фоне органического поражения центральной нервной системы вследствие малярийной инфекции. Хуже обстоит дело с нашим третьим случаем. Здесь мы имеем еще большую аутичность, нестойкие обонятельные галлюцинации, идеи отношения, обрывы мыслей типа шперрунген, и наряду с этим ощущение прилежания, что переворачивается вниз головой, что растут руки. Это сначала вызывает страх, как бы не упасть, а потом ощущение приятного, и обилие симптомов, и самый психический фон больной таковы, что отделение шизофренического от шизоподобного наталкивается на непреодолимые трудности. Только наличие симптомов, которые напоминают скорее то, что мы привыкли видеть преэнцефалита, головокружение, ощущение переворачивания вниз головой, растущих рук, а главное, конечно, неврологические симптомы, ставят по сомнению диагностику шизофрении. В этом случае мы не беремся решать вопрос и полагаем, что здесь мы встречаем те же трудности, которые возникают при трактовке подобных картин, при сифилисе мозга и у энцефалитиков. Клиническая картина второй группы, это атеросклеротическая группа или атеросклеротически подобная, больные в возрасте 38, 41 и 42 лет, представляет большие трудности в отношении дифференциального диагноза и клинической классификации или квалификации. Здесь мы встречаем ряд симптомов, близких к описанным нам в первой группе, но в сочетании с более глубокими расстройствами памяти и внимания, элементами слабодушия, приближающими их к картинам, знакомым нам по клинике артериосклероза мозга. Психотическая картина больных второй группы характеризуется депрессивно-тревожным настроением, слабодушием, постоянным чувством страха. Больные тяжело переживают свое снижение в работе и в связи с этим несколько насторожены к окружающим, раздражительны, рассеяны, трудно собраться с мыслями, трудно читать, память снижена и в репродукции, и в ретенции с выраженными элементами лакунарности, то есть очаговости. При этом осмышление нисколько не нарушено, мимика маловыразительна, сочетание интеллектуальных нарушений с эмоциональной слабостью больных могли давать основания диагностировать эти случаи, как в случае артериосклеротического поражения сосудов головного мозга. Если, однако, мы внимательнее присмотримся к психическому статусу наших больных, то обнаруживаются у них некоторые особенности, не укладывающиеся в картину артериосклероза сосудов мозга, а импонирующие как результат отравления организма. Это состояние соматопсихической слабости, разбитости, сопровождающееся тягостными ощущениями, словно отравленной. Это специфическая окраска чувства психического недомогания в сочетании с элементами некоторой растерянности, придают картине болезни своеобразный характер, приближающие ее отчасти к упомянутому уже гиперэстетически эмоциональному состоянию слабости, указывающим на токсико-инфекционное начало. Эти особенности психического статуса в сочетании с сомато-неврологическими данными окончательно убеждают нас в наличии также инфекционного процесса. Анамнез во всех случаях дает указания на заболевание малярией. В соматике больных, находящихся все время под сугубо тщательным наблюдением терапевтов, в настоящее время, наряду с незначительными изменениями со стороны легких и сердца отмечается болезненность селезенки и в двух случаях печени это типичные симптомы для малярии. Соматически, да, у всех больных отмечается субфибрильная температура. Повышение температуры, а также увеличение болезненности селезенки наблюдались после фарадизации ее. В крови находим низкие цифры процентного содержания гемоглобина от 59 до 78 процентов и в четырех случаях небольшой лейкоцитоз до 9,5 тысячи лейкоцитов. Мочи особых отклонений от нормы не было. Соматический статус дает нам право вместе с терапевтами говорить о наличии в настоящее время у больных скрытых форм малярии и допускать, что малярия и является тем токсикоинфекционным началом, которое вызвало изменения в соматическом и психическом здоровье больных. предположение о другой инфекции, например, люисе, сифилисе, безусловно, отпадает. Реакция крови и ликвора на реакцию Вассермана отрицательна. В ликворе в одном случае, в шестом, находим 0,3 белка процента. Правда, мы имеем указание в четырех случаях из шести на перенесенные тифы в молодом возрасте еще до заболевания малярией. Предположить, что тифозная инфекция играла сколько-нибудь значительную роль маловероятно. Никто из четырех больных не отмечает никаких осложнений после тифа ни в соматическом, ни в психическом состоянии. Была полная реституция от тифа ни интегрум, тогда как после перенесенной острой малярии почти все больные отмечают периодические соматопсихические ощущения или указания, что малярийная инфекция осталась и болезнь протекает в скрытой форме. Против возможности предположения о значении в наших случаях тифозной инфекции может говорить и небольшая статистика, собранная врачами наших отделений, которая показала при поверке от ХОК 102 больных в отделении для пограничных заболеваний. В анамнезе 36 больных, 1 или 2 тифа, и только у 13 из них имеются легкие органические, часто моносимптомы, несравнимые по своей малой выраженности с тем, что мы имеем во всех наших шести случаях. Таким образом, можно только предположить, что тифозная инфекция являлась фактором, ослабившим организм, остающаяся в организме малярийная инфекция и есть то именно токсико-инфекционное начало, с которым приходится считаться в наших случаях. Нам представляется наиболее вероятным, что именно остающаяся в организме малярийная инфекция и объясняет в известной степени, почему в некоторых из наших случаев психическое расстройство начинается после нескольких лет относительного физического и психического благополучия. Предположение о токсико-инфекционном, именно малярийном генезе психических расстройств наших случаев находит не менее веское подтверждение со стороны особенностей нервного статуса больных. В одном случае мы имели клонус стопы, порез конвергенции и отсутствие нижних и средних брюшных рефлексов, то есть отдельные бледные неврологические симптомы. В трех случаях деформация зрачков, легкие анизокории, низстагм, порез нервус фациалиста или лицевого нерва, симптомы Ромберга, Кернига, Вассермана, в одном случае из них кроме того неврис слухового нерва и гиперемия зрительных нервов. Эта симптоматика говорит о более массивных поражениях центральной нервной системы, на конец двух случаях, анизокория, анизорефлексия, симптомы Кернига, Нейри, Лассега, понижение чувствительности в области нервус перронеи, то есть малоберцовый нерв, в одном интенционная дрожаная и маскообразность лица, в другом случае позволяет говорить о тяжелых поражениях центральной нервной системы. Разбросанность неврологических симптомов не дает нам права говорить об определенной локализации поражений, а указывает на диффузный характер их. В связи с этим мы можем напомнить указания автора Крепелин, Эваль на характер патологоанатомических изменений в мозгу у хронических маляриков. В основном эти изменения сводятся к поражению сосудов, мезонхимы, коагалюционными процессами вокруг них шпильмейер, это данные шпильмейера, с образованием гранулем дюрка и процессами демиэллинизации и увеличения внутри черепного давления, повышения. Самый процесс мозгу по своему существу является менинга энцефалитом, то есть поражением оболочек мозга и самого мозга, с регрессивными и одновременно прогрессивными явлениями, носящими более или менее генерализованный характер. Наряду с этим мы еще отмечаем поражение периферических отделов в виде менинга радикулитов. Диффузность, стабильность и резидуальные неврологические симптомы в наших случаях говорят о причине достаточно активно и прочно нанесшей поражение центральной нервной системы и оставившей изменения, дающие нам право во всех случаях говорить о менингу энцефалитических поражениях, происходящих вследствие хронической малярийной интоксикации. Говоря выше второй группы наших случаев, мы указывали на некоторое своеобразие психической картины, отличающие ее от того, что мы имеем при артериосклерозе, сделанные нами замечания осомо-то неврологическом статусе окончательно кажется нам дают нам право исключить в случаях второй группы артериосклероз. Возраст больных 38-40 года, хотя и не так часто дающий артериосклероз, сам по себе является, конечно, малоубедительным аргументом, так как у ряда авторов Т.А.Гейр и другие мы находим указания на явление начального атеросклероза к 40 годам. Обращаемость к соматике наших больных мы не находим указаний на наличие инвалидационных изменений. В частности, мы не имеем сколько-нибудь выраженной гипертонии периферических сосудов наряду с этим есть несомненные указания на наличие у всех больных малярийной интоксикации, которая, по общепризнанному мнению всех авторов, вызывает реактивно деструктивные изменения мозговых сосудов. Есть серьезное основание полагать, что в наших случаях затронуты также и сосуды мозга, но в основном мы имеем со стороны нервной системы диффузную меннингоэнцефалитическую симптоматику. Диффузный характер неврологических симптомов обыкновенно не наблюдается при артериосклерозе головного мозга, где поражение носит характер стабильных очаговых изменений. Правда? Такие неврологические картины при артериосклерозе могут появиться, но после длительного периода болезни, естественно, в более пожилом возрасте, но трудно предположить относительно больных этой группы в возрасте от 38 до 42 лет возможность только артериосклеротического поражения. Ну, в общем-то, я вам хочу сказать, я пока сделаю маленькую паузу, эта статья, конечно, понимаете, она не изучает психозы при острых малярийных состояниях, а при хронических, вот, и поэтому она спекулятивная, там надо дифференцировать шизофрении в первой группе, во-первых, количество больных ничтожное, 6 человек, делать выводы какие-то на основании 6 человек, нельзя, а еще более нельзя говорить, если в первой группе 3 больных, во второй группе 3 больных, то есть, во второй группе, где надо дифференцировать с артериосклерозом, вот, и поэтому все эти рассуждения, вот, они носят, естественно, спекулятивный такой характер, так, в одном из наших случаев этого рода, мы имеем дело с достаточно ясно выраженным поражением мозга, причем, менингиально-корешковое явление, несомненно, указывает на токсико-инфекционное происхождение этого поражения, а в наших случаях, на хроническую малярийную интоксикацию или инфекцию. Законно было бы, следуя концепциям Бостер-Рэма, поставить вопрос, является ли клиническая картина поражения психики непосредственным производным церебрального процесса или же речь идет о спревоцированном эндогенном предрасположении. Мы далеки от того, чтобы устанавливать соответствие между неврологической и психотической картинами болезни, особенно у чувства, учитывая отсутствие аутопсии в наших случаях. Аутопсия ставит стопроцентный диагноз. Лучшие диагнозы это патологоанатомы. Единственное, что можно отметить, это органическую и депрессивно-остеническую окраску психики больных с более или менее массивными неврологическими симптомами. установить, какие бы то ни было более точные закономерности между неврологической и психотической картиной, мы не можем и ссылаемся в этом вопросе на мнение Бостер-Рема, который на основе своих наблюдений над психотическими картинами при сиферисе говорит, с одной стороны, при той же патологоанатомической картине и одинаковой локализации в одних случаях бывают психозы, в других делах ограничиваются неврологическими симптомами, с другой же стороны, самые разнообразные по морфологии и локализации процессы дают очень схожие картины психоза. Очевидно, добляет Бостере, приходится думать о предрасположении в смысле кляйста и учитывать кроме того степень интоксикации. Ну, вот такое. Понимаете, базируется не на своих, скажем так, случаях, а базируется на мнении или предположении Бостер-Рема, вот, причем касающегося не, значит, малярии, касающейся, ну, правда, подкрепленной аутопсии, вот, и поэтому просто по схожести, по схожести, понимаете, вот, авторы подбивают, понимаете, вот у меня такое ощущение, что в этой статье идет подбивание, подбивание, подбивание симптомов под свое мнение, то есть, скажем так, аргументация, обоснование, вот, и особо нравится мне всегда ссылка на мнение других ученых, понимаете, так, если говорить о предрасположении в наших шести случаях, то в четырех из них, в наследственности и преморбидной личности, мы не находим указаний, насколько не будет заслуживающие внимания патологические черты, как раз эти четыре случая дают психотические картины, протекающие без каких бы то ни было выраженных эндогенных или гомономных симптомов, то есть, имеем гетерономные, то есть, экзогенные реакции по кляйству в двух же случаях и в наследственности, и в преморбидной личности, отмечается наличие эндогенных шизотимных элементов, психотическая картина приобретает шизофреноподобный характер в одном и шизофренически в другом случае, здесь можно говорить в согласии с авторами Майер-Гросс, Геляровский, Шмарьян и другие о роли малярийной инфекции, подобно другим экзогенеям, например, сифилис, провоцирующим эндогенные черты в одних случаях или вызывающие эндогенные психозы в других случаях, в нашем последнем третьем случае шизофрению. Нам представляется, что и в нашем случае, где заболевания возлили на почве малярийной инфекции, приложимо мнение Бострема по этому вопросу о люэтическом галлюцинозе. Понимаете, вот видите, сравнение люэс с люэтическим галлюцинацией и малярийной. то есть нам представляет, представляется, мы предполагаем, мы считаем, то есть нет, оно есть, а мы предполагаем, нам представляется. И что и в наших случаях, где заболевание возлили на почве малярийной инфекции, приложимо мнение Бострема по этому вопросу о люэтическом галлюцинозе, когда Бострем говорит главная дифференциальная диагностическая трудность в исключении шизофрении и по час можно с одинаковым правом диагностировать люэтический галлюциноз или комбинацию люэса с шизофренией. Но вот на основании этого заявления Бострема автор доктор Тарасов значит хочет сказать он туда значит уже не значит сравнивает шизофрению с малярией вот вот и все или дает определяет предполагает наличие малярийной инфекции которая может псевдо псевдо шизофреническую картину провоцировать. Как представить себе что в некоторых наших случаях психическое расстройство начинается после нескольких лет более или менее удовлетворительно а в одном случае первым даже полного психического и физического здоровья в одном случае психотические проявления наступили через пять лет после острого малярийного психоза в трех случаях через три года после острых пароксизма а в одном случае через шесть лет и в одном случае малярийный пароксизм с психотическими проявлениями можно думать что первое заболевание малярии вне зависимости от того протекает ли оно с преобладанием соматических или психотических симптомов благополучно заканчивается но остающаяся в организме инфекция и сподволь действует на организм производя те или другие соматоневрологические поражения временами она проявляет себя малозаметными симптомами головокружения познавливания а затем под влиянием экзогенных причин климат переутомления а может быть и спонтанно возникает психотическая картина заболевания в общем сплошные предположения и спекуляции наши случаи дают основания поставить вопрос не является ли малярийная инфекция аналогом хорошо нам известных других хронических инфекций например сифилиса вызывающие психические изменения после долгого периода относительного или полного здоровья очевидно здесь разведывается сложная проблематика невротропной малярии в связи с этим не безинтересно отметить указания в работе Эвальда немецкий психиатр что в ликваре таких малярийных больных спинномозговой жидкости находят будто бы ликоцитоз о последних работах итальянских авторов цитируем по нейрологии центральблат то есть по журналу неврологическому есть указания на проникновение плазмодии и спинномозговую жидкость роль малярийной инфекции в клинике мы полагаем заслуживает большого внимания дело в том что и спирохет и сифиритическая инфекция тоже проникает в спинномозговую или скажем так в ликвар строго специфической картины при малярийной инфекции на материале наших случаев шести случаев мы установить не можем наблюдаемые нами шизофреноподобные и артеросклеротические картины заставляют нас с большим вниманием и осторожно относиться к указаниям в анабинозе больных на малярию или малярийные психозы наши случаи выдвигают на первый план изучение психики и нервного статуса хронических маляриков так как из практики вполне можно допустить что целый ряд случаев рассматриваемых нами как психоневрозы мягкие шизофрении случаи с симптомами начального артериосклероза возникает на почве малярийной инфекции предположение конечно любая инфекция может ускорить ускорить да развитие атеросклероза это давно известно особенно скажем так в пожилом возрасте любая операция любая травма любая инфекция понимаете вот она неблагоприятно действует и происходит нарастание атеросклероза важных органов венечных сосудах сердца в сосудах головного мозга в сосудах нижней конечности буквально после всех этих скажем так экзогенных это экзогенные факторы экзогенные то есть понимаете они действуют значит инфекция экзогенный фактор операция экзогены там наркоз воздействия скажем так оперативные вот они вызывают колоссальнейшее прогрессирование склероза и таким образом ускоряют одрыхление организма и смерть поэтому старики старики пожилые люди они должны избегать и оперативных мешателей и инфекции поэтому должны прививаться в данном случае актуально говорить о ковиде обязательно должны привиться а так ежегодно должны прививаться и от гриппа вот избегать вообще простудных заболеваний избегать воспаления и так далее и так далее и тому подобное оперативных ну по возможности оперативных там травм да очень часто пожилые люди падают это тоже экзогенный фактор и таким образом усиливает скажем так развитие или прогрессирование атеросклероза естественно что и малярия как инфекция она в состоянии тоже это сделает поэтому ничего нового тут нет значение всех вышеприведенных моментов в клинической работе и в терапевтическом и прогностическом смысле разумеется само собой своевременное специфическое лечение правильно антималярийное при сифилисе это лечение сифилиса сейчас антибиотики тогда сальварсан йод ртуть препараты йода ртути по мнению всех авторов изучавших психические заболевания на почве малярии дают в общем благоприятные результаты за это отчасти говорят и наши наблюдения случаи 1, 2, 5, 6 в 4 случаях была проведена нами специфическая терапия и больные выписывались со значительным улучшением со стороны физического и психического статуса ну вот в этих 4 случаях им можно все-таки более-менее трактовать эти психозы или причислять эти психозы к малярии почему это постановка диагноза по результатам лечения вот кстати во времена когда свирепствовал сифилис когда свирепствовали сифилитические поражения вот как раз успех специфического лечения сифилиса на последствия вот как раз косвенно и позволял тогда в те времена 19 там первая четверть 20 века сифилис еще был антибиотиков еще не было как раз и позволяла связывать этиологию именно с сифилитической поэтому и здесь если в этих 4 случаях всего была проведена нами специфическая антималярийная терапия и больные выписывались со значительным улучшением социальной физического и психического статуса то здесь уже более не менее достоверно можно считать что да эти психозы или эти психические психотические симптомы значит они были связаны с малярией вот так или вызов в общем работаем так хочу сказать с моей точки зрения мало дающие и практическому врачу и психиатру тем более хотя хотя по идее как я уже упоминал в самом начале чтение этой статии что малярия присутствует в странах третьего мира от малярии страдает сотни миллионов людей умирают и дети умирают и взрослые умирают умирают в наше время то есть проблема малярии не решена но эта статья понимаете хронические и так далее она такая спекулятивная она актуальная актуальная но малоинформативная ну вот так вот на этом я доктор Джордж Горбатов завершаю чтение этой статьи Тарасова Юка Тарасова из Москвы у меня остается еще одна статья экзогенные типы реакции при малярийной терапии то есть экзогенные типы реакции при малярийной терапии скорее всего скорее всего что здесь не сама малярия не подождите при малярии да 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 подождите экзогенные типы реакции при малярийной терапии дело в том что что профессор Яуррек, Вагнер Яуррек, это швейцарский, австрийский, венский психиатр, в 1927 году использовал прививки малярии для лечения прогрессивного паралича помешанной. И в целом, в целом, у меня где-то я разместил эту его работу, короткую, взятую из трудов венского семинара. Это большая такая книга, там разные специалисты из венской медицинской коллегии отвечали на вопросы практически врачей. Ну, естественно, я брал оттуда и зачитывал только интересующие меня статьи или короткие заметочки, касающиеся именно психических расстройств. И вот как раз он и получил Нобелевскую премию. Почему? Потому что лечение именно прогрессивного паралича помешанной прививками малярии приводили к значительным улучшениям, даже обратному развитию этого заболевания. Вот, скорее всего, в этой статье, я еще не читал вам, речь идет о экзогенные типы реакции при малярийной терапии. То есть, когда больным, страдающим, я не знаю, прогрессивным параличом или шизофренией, или еще чем-то, значит, пытались лечить прививками малярии. Вот. Ну, это я зачту вам в следующий раз. Это последняя статья. Ну, и остается потом такой довольно значительный материал. Выступление в премиях и заключительные слова. Ну, такая обобщающая, большая статья там и так далее. Она, конечно, не описывает, она не там подверг, значит, в основном там, значит, критика идет того или другого. Значит, выступление такая типичная критика, которая типична для врачебного, скажем так, вот, цеха, да. Ну, естественно, в интеллигентных товарищей, как сказал, но критика, вы понимаете, вот каждая такая злая критика, злая критика. Ну, я ее зачитаю как, скажем, итог, резюме всех этих трудов. И на этом чтение сборника трудов четвертой сессии Украинской психонерологической академии будет завершенной. Ну, вот так вот. Хорошо. Я, доктор Джордж Горбатов, на этом завершаю чтение и этой статьи доктора Юка Тарасова «Подострые малярийные психозы». И вообще чтение на сегодня, на сегодняшний день. У нас уже поздно. У нас уже час, в Москве сейчас два часа. Итак, я, доктор Джордж Горбатов, с благодарностью за вашу верность, за ваше проявление интереса к чтениям. Прощаюсь с вами до следующей чтения. Спасибо и до свидания. Спокойной ночи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.